Ешода побеждает Кришну Седьмая глава Цитата из Шимадбхага в этом 10-й песне, 9-й глава, 15-й текст Читаю перевод Махараджа Парикшит Вся эта вселенная с ее великими, могущественными полубогами Такими как Господь Шива, Господь Брама, Господь Индра Находится во власти Всевышнего Однако у Верховного Господа есть одно трансцендентное качество Он подчиняется своим преданным И теперь Кришна проявил это Так, Шукадавага с вами объясняет здесь Верховное положение Кришны Необычное Не укладывается в обычное представление о Верховной Личности Бога То, что описывается здесь Он бывает побежден Аджита значит непобедимый Одноземен Бога Невозможно преодолеть его Не то, что его преодолеть Даже его энергии невозможно преодолеть Никто не может преодолеть его энергии Силу его иллюзии Не могут преодолеть даже такие великие полубоги, как Брама, Шива, Индра Если бы они могли преодолеть его энергии, они были бы равными Но никто не равен ему Никто не может выше него Но здесь будет описываться нечто иное Ишода побеждает Кришну Великая предная Ишода Чем-то побеждает его Что это за сила И есть пороборость в материальном мире Есть некая сила, которая побеждает всех Аджуна спрашивает Бога Вот видите, что это за сила, каковая природа Которая толкает к греху человека Даже если он этого не желает Помимо воли Это божественная какая-то сила, он спрашивает Великая сила Как она называется, что это за сила И Кришна говорит, это враг души, злейший Всепожирающий враг души Эта сила называется кама, вожделение Здесь же речь идет о премии Прообраз, отражение в материальном мире Это кама, это материальное вожделение Похоть, огромная сила, непреодолимая сила Все живые существа находятся во власти кама-дева Абсолютно все В материальном мире кама управляет Или метхуня бхава еще говорится Настроение в зависимости от противоположного пола Здесь неподалеку Где-то тут, в этих лесах Кама-дев спускался с ним Сам кама пребывал здесь в арендаване Со своим необычным оружием Стрелами и луком Ну как он пришел сюда? По настрелению народа Народ обманул его Потому что Кама-дев завидев однажды народу Увидел, что Этот мудрец Единственный, наверное, во всем мире Не подчиняется каме Абсолютно чистый И Кама-дев подумал, что власть у нее абсолютная Если он не победит народу Не подчинит его свою власть Он взял лук Стрелу Если эта стрела вазаится в сердце Нет, спасибо Невозможно Поздно уже Раньше нужно было думать Вазаится в сердце уже поздно Кама-дев натянул свой лук Прицелился в народу Нарда заметил это Он сказал, о, Кама-дев, моя почтительная тебе Какой прок, какая польза тебе Если ты победишь какого-то Брамачария Без мир твоей власти Если ты победишь меня Незначительную личность Тебе большой славы Не прибавит этого Если ты победил Кришну Твоя слава бы гремела по всем трем мирам И даже за пределами Так он обманул Кама-девы Кама-девы свою гордость подумал Он ведь прав, Нарда Что толку мне От того, что я смогу победить Какого-то Брамачария Вот если Кришну победить Я готов попробовать А он пришел сюда В Риндаву Здесь, в этих лесах Он увидел Кришну Взял лук Стрелил Прицелился Внимательно Посмотрел на Кришну Форму И потерял сознание Попал Без чувств То есть тот, кто побеждает Самого Купидона Непобедим И все же здесь говорит Шухадевага с вами Он подчиняется своим преданным Он подчиняется любви Испытывает огромное счастье При этом Кришне Так увеличивается его ананда Итак, он распространяет ананду Разными способами Удивительными способами Его главная цель Как солнце Распространяет сияние Так и Кришна Распространяет счастье Наслаждение Единственная его забота Доставлять наслаждение Удовольствие своим преданным Но как он это делает Порой кажется Противоречимым его Его деяниям Итак, здесь описывались Различные уже Ситуации Необычные, как Ишода Этот конфликт Ишода и Кришны Семейный Как она воспитывает Своего Кришну Думает, что она мать Он сын Его нужно наставить На путь истинный Соседи жалуются Теперь в доме погром Вот он устроил Он проявил Свою природу непокорную И меня предупреждали Соседи Если он сейчас Ворует уже в детстве Его же имеет вкус Воровству Сладости и масла То, когда вырос И будет воровать Чужих жен Ишода помнит Я должна быть С ним очень строгая И самое удивительное Что Кришна Когда видит мать В таком настроении Ишоду И испытывает Настоящий Неподельный страх Когда некоторые говорят Но может быть Этот страх был Искусственный Ведь Кришна Его боится Сам страх Может быть Он просто играл Эту роль Страха Может быть Страх был Ненастоящий Ачария Кришна Ничего не боится Нет Нет Какой-то есть Особый страх Который есть Только в Кришне Он боится Ишоду Из любви Боится Божество Родительской расы Это Нарисимхадев И действительно Дети боятся Сих родителей Они могут Выглядеть Очень суровыми Когда наказывают Когда смотрят Строго Как львы Знаете Как Голос повышают И все И достаточно И не важно Какого возраста Ребенок Отец Мать Имеют власть Такую Нарисимхадева Здесь вспоминается Об этом Тоже И Кришна Боится И пытается Спрятаться От Ишоды Он убегает От нее Она его ловит Очень долго Эта история Потом думает Как наказать Наконец Принимает решение Что нужно Его связать Потому что Он может Убежать От страха В лес Вообще Из дома Его безопасности Также беспокоится И о том Чтобы как-то Его воспитать И лучший способ Привязать его К ступе Для ребенка Это хорошее наказание Дети очень подвижны Они не могут Сидеть На одном месте Если его привязать Это будет хорошее наказание То сбегается Много свидетелей На эту лилу Как это Ишода свяжет Кришну И жители Вриндавана И соседи И обезьяны И птицы И полубоги Смотрят И рассуждают Философски Кришна Безграничная форма Как Ишода Сможет связать Его Сможет Или не сможет Они спорят Там смеются Обсуждают Его философски Как Упанишада А Ишода Вообще Не философствует Она просто Ищет веревки Она просит Новые и новые Не хватает Не хватает Соседи просит Соседи уже с ней шутят Может вот это И хватит Попробую Они понимают Что здесь какая-то Мистика Это влияние Кришны Уже все это знают Ишода нет Нет Ишода Все равно Я должна его связать Она очень решительно В своем служении Выполняет Свою роль Материнство Очень строго И как же она победит его Нам интересно Не хватает веревки Два пальца Всегда Сколько бы ни было веревок Уже все веревки Вриндауна там Великая искусница И повелительница Випфучи Шакти Продолжала наблюдать За настроением Кришны Мой Господь Мой Господь Необычайно упрямствует И пока он Настаивает на своем Я должна Продолжать делать Так Чтобы все попытки Ишоды Связать его Не достигали цели Сколько бы она Не надвязывала веревки Веревок Их не будет хватать На ширину двух пальцев Випфучи Шакти Это энергия могущества Вот она еще Энергия работает Шакти Проявлена Проявлена эта энергия Поэтому Ишоды Не можете взять Кришну Другая энергия Кришны Саттья Санкалпа Шакти Заметила Царица не разочаровалась Что усилия остались Безуспешными Вместо этого Она с еще большим Рвением делает То, что считает Самым лучшим Для него То есть Эта энергия Учитывает Служение Сэйтэ Ташкин Смотрит на ситуацию Випфучи Шакти Ответила Какие бы усилия Мать Господа Не прилагала Этого будет недостаточно Как так Пожалуйста Объясни мне О Дэви Эти недостающие Два пальца С одной стороны Они створят Усилия Шода С другой Особое Сострадание Господа К ней Когда ее Беспокойство Достигнет Высшей Степени Проявится Ее особая Его особая Милость Крипа Шакти И лишь Не лишит Меня силы В этот момент Ешода Сможет связать Кришну То есть Эти энергии Чередуются Как гуны Материальной Природы И пути Шакти Потом Крипа Шакти Есть Усилия Есть Милость Есть Много Разных Энергий И вот Они между Собой Здесь Рассуждают Эти энергии Рестворенные Если я правильно Поняла Господь Подчиняется Маме Когда увидит Как она Устала И насколько Интенсивны И усилия В служении Ему Верно Как говорится Триштва Паришрамам Кришна Крипая Крипая Ситсва Бантане Увидев Как устала Его мать Маленький Кришна Смиловался Над ней Смиловался Над ней И позволил Себя Связать Урок Этелилы Таков Что Господь Хотя Господь Не имеет Ни начала Ни конца И для него Нет ничего Внутреннего И внешнего Сильная Любовь Его преданных Ограничивает И подчиняет Его Да Пусть такая же Сильная Привязанность К нему Станет Благословением Для нас Прямо Кришна Брало Вверх Он знал Что в его Доме Много веревок Ведь он Жил в Царском Дворце Но он Не хотел Подчиняться Маме Даже если Она Свяжет Все веревки Если Усилия Мамы Увенчаются Успехом Мои друзья Будут Дразнить Меня И вообще Выставят На посмешище Перед всей Деревней Как я Переживу Такую Беду Вот И в этом Думает Кришна О своей Репутации Несмотря На очевидную Неудачу Ишода Не сдавалась Она Средоточенно И целеустремленно Продолжала Привязывать Одну веревку В другой Кришна Согрушаться Зачем Рахини Выбрала Именно Этот день Чтобы уйти Купананди Если бы Она была Здесь То остановила Б маму Обратную Балараму Где ты Конечно Мама Баларамы Сочла бы Усилия Ишоды Излишними Не убедила Бо ее Остановиться Но в отсутствии Рахини Ишода Была Неумолима Поэтому Лила Продолжалась Посмотрите Как Ишода Сколько Ишода Была Решительна И все Многообразие Лил Который Кришна Явил В этом мире Это уникальнейшая Лила Потому что На примере Ишоды Пытающийся Связать Кришну Он одновременно Проявил Такие Противоречивые Качества Как Безграничность И ограниченность А также Силу И высшую Сладость Не понимая Кем был ее сын И как действует Его энергия Ишода Думала Гаргамуни Предсказал Что этот мальчик Будет обладать Божественными силами Но при этом Я вижу Что не ведая О своем могуществе Он продолжает Плакать И тереть Глазки Она Не замечает Могущества Кришны Он просто плачет В страхе Так же расстроен Что мать связывает его При этом Ишода не связывает Вот эту невозможную Невозможное действие С влиянием Кришны Ишода Не видит связи В этом Восхищаясь чудесами Своего сына Ишода почувствовала Как ее сердце Переполняет Материнская любовь И переисполнилась Еще больших Большей решимости Воспитать его Обнимая Кришну Она вновь и вновь Просила принести Больше веревок И продолжала Связывать их Одно за другой Но результат Оставался Тем же самым Старшие гопи Обсуждали между собой Как удивительно Ишода Может обхватить Сына руками Но не может Связать его веревками Как такое возможно Сколько бы Ишода Не старалась Она Не справляется С этой задачей Пустое дело Почему бы И не бросить это Одна из гопи В гневе добавила Да у меня дома Эти дети Все время разбивают Глиня на горшки Но ты же их Не связываешь Ишоде надо Оставить Это бессмысленное Занятие Не подобает Царице Бить сына Наказывать его Связывать его Из-за какого-то Глиняного горшка Так они обсуждали Происходящее И смеялись Удивляясь Бесплотности Усилий Ишоды Хоть эти гопи Были подданными Ишода Они также Были ее подругами А некоторые Из них Даже старше Ее Поэтому они Считали Вполне Допустимым Слегка Подсмеиваться Над своей царицей Ишода Видя улыбки Гопи Тоже Зулыбалась Сначала Стыдливо Признавая Свою неудачу Как матери А затем Уже широко По мере того Как развивались События То есть Не начали смеяться Она думала Что бы это значило Веревки На стол Локте Не хватает Чтобы вязать Тонкую талию Кришны Сколько бы Я ни старалась Веревки не хватает На ширину Двух пальцев И почему И почему-то Не на ширину Одного Трех Или четырех А именно Двух пальцев Заметив Что Ишода Задумалась Гопи Стали по-доброму Подшучивать Над ней Ишода Наша царица Она Советница царя В вопросах Управления И тем не менее Она не может Связать Собственного Ребенка Ишода Пребывала Под влиянием Иллюзии Кришны Она Она Только улыбалась Слушая Эти разговоры Женщин Вот царица Разве ты не видишь Что в нашем царстве Действуют Какие-то Какие-то Сверхъестественные силы Даже Всеми веревками Которые были У тебя В кладовке Ты не можешь Обвязать Тонкую талию Твоего мальчика Драгоценные Ножные браслеты Охватывают Его ноги Золотые браслеты Охватывают Его запястья Но Шелковые веревки Не могут Обвязать Его живот Послушай нас Господь Брама Начертал Благоприятный Знак на лбу Этого ребенка И даже стих В писаниях Который Гласит Что его нельзя Связать Да Это у него На лбу написано Зачем бросать Глазу в судьбе Прекрати Свои усилия И Шудадеви Кихком головы Признала Их мудрость Но она Была готова На все Чтобы только Победить Живот Своего сына Она Начала связывать Его сразу После восхода Солнца А сейчас Время Шло К закату Но попытки Ее оставались Бесплодными Ишода Промотала Связать его Все равно Что связать Слоненка Силы Сила преданности Ишода Увеличивала Сияние Ее красоты А сияние Красоты Отразилось В сапфировом Зеркале Тела Кришны Хотя Ишода Вспотела От своих усилий Для него Ее тело Было Прохладным Освежающим Как волны Муны Не в силах Глядеть Ее в глаза Кришна Опустил голову Просто наслаждаясь Красотой Матери Своими Трансцендентными Чувствами Для его глаз Ее смуглые руки Были Сияющими Темными Лянами Покрытыми Сияющими В конце концов Он поднял голову И улыбнулся Ишода Успокоила улыбка Кришны Но она Не отреагировала На нее Она знала Что он может Очаровать Птиц На деревьях Но была Исполнена Решимость Не поддаваться Чарам Его харизмы Уставшая Разочарованная Она Сидела на стуле И обдумывала Свой план Он Выглядел Неэффективным Отметив Ее колебания Как благоприятный Знак Гопи Попытались Убедить ее О подруга О царица Кришна Не хочет быть Униженным На глазах У своих друзей В конце концов Если он господь Ты ничего не сможешь Сделать Если это ему Не нравится Гопи Сказали хором Поэтому прекрати Свою борьбу Склонив голову Ишода подумала Он может быть господь Но он также И мой сын Чувствую себя Немного отдохнувшей И по прежнему Уверенную В своей правоте Она заключила Даже если он господь То нам надо Просто собрать Побольше веревок Чтобы связать Господа Верховного Господа Просто не хватает Веревок и все Ну что что господь Побольше веревок Отбросив Ребячество Кришна стал думать Как Бог Она решительно Хочет преподать Неурок Решимость Моего преданного Должна быть Вознаграждена Ее надо Уважать Через мгновение Он добавил Может быть Мне стоит Прекратить упрямиться И пусть она делает Что хочет Пожалуй Это будет мудро Постепенно Лотос сердца Кришны Раскрывался И когда он Раскрылся полностью Сострадание Тяжело трудящейся Мами Охватило Все его существо Ведя тяжкий труд Ешоды Энергия милости Крипа Шакти Позаботила Позабладала В Кришне И быстро Рассеяла Действия Випути Шакти Здесь описывается Как Господь Проявляет милость Поэтапно Описывается Все на этой Примере Ешоды Она совершает усилия Невозможность Это сделать На самом деле Мы приводили Пример Воробьихи Помните Невозможно Ищипать океан Невозможно Севзать Кришну Или починить Кришну Но Эта решимость Преданного Служить Кришне Таким образом Из любви У него Проявляется Сострадание Как бы Он размягчается Верховный Господь Непреодолимый Становится Мягким Податливым Сострадательным И желает Удовлетворить Желание Преданного Сам желает Как бы Нисходит Эта милость Свыше Крипа Шакти Называется И вот Когда он Желает Это исполняется Когда только Мы желаем Этого недостаточно Собственное Усилие Саддана Нужна еще Крипа Вот мы должны Помнить об этом Вот здесь Описывается Как мы получаем Милость Когда меня Вдохновляет Тяжелой труд Моего преданного Бхакта Паришрама Во мне Возникает Сочувствие И только Сочетание Усилий Преданного И моей Милости Подкупает Меня Больше Ничего Желая Передать Эту истину Маме Кришна В ее сердце Раскрыл Ей Истину О том Почему Не хватает Двух пальцев Ишута Осознала И эту истину И абсолютную Природу Своего сына На мгновение Она поняла Что Кришна Верховная Личность Бога И изумилась Этому Но только На одно Мгновение Любовь Ишута Эта любовь гораздо сильнее любого благоговения перед Богом Так же быстро как знание божественности Кришны Возникло в сердце Ишоды Так же быстро оно потонуло в океане материнской любви И когда оно потонуло Ишода Возобновилась в своей попытке связать Кришну Он безумлен Похоже моя божественность ничего не значит Старшие гопи разделяли чувства Ишоды И потому забыли о всяком желании возвращаться домой Вместо этого Они стояли неподвижно Взирая на Кришну Немигающими глазами Ощутив материнскую любовь К нему Они прошептали Что это за магия Эта магия была сильной Подчиняющей Всевышнего Господа Растующее сострадание В сердце Кришны Прошептало Придайся ей Сделай то что она хочет Кришна удивился Как это возможно Все веревки Творения Не могут связать меня Как же ей это удастся Я вообще состою из блаженства Знания Силы и сознания Как кто-то может надеяться Ограничить меня У меня вообще нет Ни внутреннего, ни внешнего Я внутри и вне всего У меня нет ни начала, ни конца Я сам начал и конец всему Кто может победить меня Обладающий бесконечной силой И безграничным телом Но я чувствую Что эта гопия Царица может И она действительно Была способна на это В этом сражении Сил наметился перелом Побуждаемый Своей крипо шахте Всемогущий Господь Решил позволить Ишоте связать его Хотя Кришна И зашел на землю Чтобы продемонстрировать Свои бесчисленные качества И в особенности Способность подчиняться Своим преданным Решающим фактором Который побудил его Уступить и позволить Связать себя Была его любовь К матери И ее любовь к нему Эта взаимная любовь Была столь интенсивной Что практически Стерла в уме Кришны Замысел Его нисхождения На землю Единственной оставшейся Мыслью было Я больше не могу Выносить мучения Моей мамы Я должен защитить ее От нарастающего Гнева и разочарования Кришна согласился Быть связан Не потому что Это является частью Вечной лилы А потому что Мама хотела Связать его И так В нашей жизни Бывают Какие-то подъемы Духовные А иногда Разочарования Но как заметил Мой Гур Махарадж В Исконе Практически не бывает Суицидальных решений Почти равную Нулю процент За все годы Такая статистика То есть Кришна Оберегает Свои преданы Мы не страдаем сильно Так здесь Описывается Почему? Потому что Кришна Сострадает Предан Крипошат Да Они совершают ошибки Они потом Раскаиваются Они пытаются У них не все Получается Все их служение Смешано С эгоизмом С какими-то Материальными представлениями С недостатками Они даже между собой Не могут найти язык Частенько Но они служат Мне при этом Они пытаются Мне удовлетворить Хотя у них Шансов никаких нет Они приходят Петь кирта Но Тела у них Как будто деревянные Они пытаются Эти кости Ставить Танцевать Вот так вот Им нужно время Как-то Размять свои мышцы Почувствовать Какой-то вкус Ну они пришли Они стараются Они критикуют Киртанию Пока экстаза не будет Критикуют Лектора Потому что Он еще тоже Не дал сознание Кришне Но они тем не менее Имеют решимость И делают это Со всеми этими Недостатками Не должно быть Никакого результата Понимаете Потому что Это нелогично С точки зрения Йоги И тем не менее Мы чувствуем Духовный подъем Кришна Милости Пусть получат То что хотят Здесь так же Иписываются Невозможно Как она может Связать меня Кришна Сам себе Аргументы Приводит Меня невозможно Связать Я безграничный Я внутри Вне Я то Я это Я верховный Господь Но все таки Похоже Мне свяжет Он уже чувствует Это То есть Что он Он чувствует Что он сейчас Согласится С этим Непредалимая Сила Ишоды Ее решимость И любовь Достигли Кульминации Даже больше того Уже все жители Вриндавана Тоже обладающие Любовью Кришны Сказали Прекрати Ишода В конце концов Он верховный Господь Неужели уже Не ясно Давай тигры Прекратим Вот она Реальность Мы конечно Бриджабайцы Мы забываем У нас Другая раса Но это Верховный Господь Связать Похоже Он не хочет Мне что-то Думают Да Он может Не хочет Но я должна И так Он больше Не может Выносить Мучения Моей мамы Своей мамы Кришна Согласился Быть связанным Не потому Что это является Частью Вечной Ливы А потому Что мама Хотела связать Его Весь день Ишхода Наставила на том Что Кришна Ее сын И она не бросит Попытки связать Его В конце концов Решимость Преданного Победила Решимость Господа Кришна Отбросил Своё детское Упрямство Из его сердца Крипа Шакти Обратилась К другим Двум энергиям Со словами О поверительницы Макро И весь опыт Брось Брось эту затею Брось эту затею Но Ишхода Него на земле Добавила еще один узел Потом она поморгала Чтобы яснее видеть Узлы были на месте Кришна был связан Гопи издали общий вздох Изумления В каком-либо Сорилась тишина Харе Кришна Что-то означает Серёгки лежат отдельно Она связала Просто этими ленточками Каждый день Йога Майя Побуждала Ишоду Думать Что проявления Божественности Кришны Были просто Иллюзией В экстазе Служение Материнская любовь Заставляла Ишоду Быстро забывать Все чудеса Тоже было И в этот раз Завершив Уполнение Невозможной задачи Ишода Сразу перешла К своей следующей Задаче Она взяла Верёвку Привязанную К ступе И соединила Её с верёвкой Опоясывающей Италию Кришны Преподав ему Таким образом Урок Ишода Решила дать ему Последнее наставление Надеюсь Теперь ты извлечёшь Свой урок И будешь Следовать Праведному поведению Своего отца Вместо того Чтобы следовать Проказам Обезьян Ишода В своей роли Это было Очередное Обидное Сравнение Кришны С обезьянами Гопи с их детьми Сгрудились Вокруг Кришны Некоторые Одобряли Наказание Другие Старались Утешить Кришну И третьи Просто смотрели В немом изумлении Вспомнив Какой хаос Ждёт её дома Ишода Собралась Уходить Но решила Ещё Напоследок Обратиться К сыну Видя Что он Весь в пыли Она стала Остряхивать Её С его Нежного тела О друг Обезьян Сейчас ты Привязан К этой ступе И будешь Оставаться привязанным Пока я не уберу Весь тот хаос Что ты устроил дома Всё это время У тебя не будет Никаких игр И никаких игрушек Только закончив уборку Я приду за тобой И мы пойдём смотреть Праздник Где повали Ты понял Кришна опустил голову Чувствуя Что полностью унижен В глазах своих друзей И прошептал Да, мама Ишода обняла его И поцеловала Щёки, глаза и лоб Ты начал этот день Как разбойник Заверши его Как хороший мальчик Повернувшись К Субаре И другим Пастушкам Ровесникам Кришны Ишода сказала Мальчики Оставайтесь здесь И присматривайтесь За своим другом Если он попытается Развязаться Или придумает Ещё какую-нибудь Проказу Сразу скажите мне Они ответили Да, Махарани Ишода вновь Обняла И поцеловала сына А в обе сказали О, принц Поскольку ты связан Дама Вокруг живота Удара Мы будем Впредь тебя звать Дамодара Его друзья Эхом это звались На это новое имя Дамодара Дамодара Чувствуя унижения Кришна подумал Что это имя Только усугубляет Его наказание Господь Дамодара Кришна обижается Только Дамодара Хотите увидеть Обиженного Кришну Можно за все Закричать Дамодара 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 Чувствуете Кришна обижается На это слово Голову опускает Чувствуя уважение Кришна подумал Что это имя Только усугубляет Его наказание Дамодара Дамодара Теперь все будут Меня так дразнить Но прошло время Дамодара Лила Стала его Любимым Воспоминанием Кришна дорожил Этим именем Как одним из Своих самых Любимых Но в тот момент Оно звучало Как оскорбление Он выразил Своё неудовольствие Гримасой Поднявшись на ноги Ешода обернулась К своим подругам Гопи И с победной улыбкой Пригласила их Помочь ей В обществе Смеющихся соседок Она Вернулась Во дворец И оставив Позади того Кто был ей дороже жизни Как уже было С убегающим молоком Ешода вновь Осталась с Кришной Ибо считала Служение По уборке Его дома Более важным Служение Кришне Превосходит Непосредственное Общение с Ним Когда Ешода С подругами Скрылась Кришна Отбросил Скорбное выражение Лица И ложные слезы Он принял Своё обычное настроение И заполнил Весь двор Лунным светом Своей улыбке Он разулыбался Извлекая Выгоду Из дурной сделки Он крикнул Друзья Видели Как я Герои Мальчик говорит Да Это было впечатляюще Но что ты будешь делать Теперь Когда тебя привязали К ступе Кришна С любовью Улыбнулся Друзьям Бросил взгляд По склону По склону Холма На два дерева Арджуна Которым поклонялись Враджаваси Он сказал вслух Мне надо подумать А про себя добавил Что бы ни делал Мне всё равно Нужно освободить Эти деревья После того Как Ешода Её подруги Ушли Обезьяны Друзья Кришны Пришли Чтобы выразить Ему Свою симпатию Некоторые Просто выразили Неодобрение Наказанию Кришны И уселись И уселись Вдалеке От озорных Пастушков Позор Привязать Принца К ступе Некоторые Полубоги Мудрецы Разделяли Их мнение Это просто позор Привязать Верховного Господа Как если бы Он был Какой-то Шаловливый Телёнок Пусть Гопи Невежественны Но провидение Неужели Оно считает Что такое отношение Кришне Не является унижением Это стало Темой Обсуждения Небожителей Они обменивались Мнениями По поводу того Уменьшился Или увеличился Авторитет Кришны Как и Всевышнего Господа После того Как он Разрешил себя Связать Полубоги Согласились Что Все они Вплоть до Господа Брамы Господа Шивы Находились Под началом Всего лишь Полной части Кришны Параматмы Что уж Говорить о самом Кришне Полубоги Делились друг с другом Своими мыслями Этот Маленький мальчик Привязанный Сейчас к ступе Бесспорный Властитель Бесчисленных Вселенных Он совершенно Независим И является Объектом любви Сотен и тысяч Богинь Процветания Как же Получилось Что Пожалуйста Продолжай Он всемогущий Самодостаточно Удовлетворенный В себе Как получилось Что он Проявил Голод Захотев Молока И так Разгнился Когда мать Перестала Его кормить Один Из полубогов Добавил Хорошо сказано Как понять То что мы Видели Он убегал В страхе Перед мамой Плакал Как обычный Ребенок А когда его Поймали Смог Смогли Привязать Какими-то Веревками Мы раньше Уже Согласились С тем Что это Не просто Какой-то Спектакль Господь Это выражение Эмоций С которой Он полностью Отразвляет Себя Как тот Кто самодостаточный Становится Голодным Разгневанным Испуганным И страдающим До слез Как тот Хороший вопрос Полубоги Всегда стремятся Лучше Понять их Господа И совершать Санкиртану Началось Обсуждение Которое Было Подобно Дождю Райского Нектара Они так Погрузились В беседу О Кришне Что на какое-то Время Забыли Что происходит Там Внизу Один Великий Полубог Обратился К остальным Позвольте Мне В этой связи Процитировать То Что Написал Личный Спутник Господа Кришны Пожалуйста Говори Это Твой Шнав Великая Душа Достигшая Далекого Берега Знания Преданности Благодаря Своему Служению И Преданию Всего Себя Однажды Он сказал Хотя Сам Господь Ни в чем Не испытывает Нужды Он хочет Чтобы все Живые Существа Предались Ему И тем Обрели Возможность Служить Ему Когда Живые Существа Поступают Так Господь Доволен Ими Хотя Господь Самодостаточен Он Радуется Когда Ему С преданностью Подносят Листок Цветок Плот Или Немного Воды Иногда Господь Играя Роль Сына Ишода Говорит Ей Что Очень Проголодался И Просит Покормить Его Иногда Он Является Преданному Во сне И Жалуется На то Что Его Храм И Сад Пришли В запустение И уже Не приносит Ему Благородости Бросит Его Заняться И Благоустройством Иногда Господь Говорит Преданному Что Он Томится В земле И Зовет Преданного На помощь Как Будто Сам Не В состоянии Выбраться На поверхность Иногда Господь Поручает Своему Преданному Проповедовать Его Славу По всему Миру Хотя Сам Вполне Способен На это Полубоги Молчали Упиваясь Этими Речами Как Те Кто Мучатся От Жажды Упиваются Водой Хотя Господь Обладает Всеми Совершенствами И Полностью Самодостаточен Он Ставит Себя В зависимость От Своих Преданных Поэтому Отношения Преданных С Господом Очень Сокровенные Только Преданный Способен Понять Почему Самодостаточный Господь В различных Делах Прибегает К услугам Своих Преданных Кришна Говорит Арджуне Багаваддите У Арджуна Ставим Орудием В этой Битве Нимитама Трамбава Самья Сачин Господь Кришна Мог бы В одиночку Выиграть Битву На Крупшетре Но Он Побудил Своего Преданного Арджуну Ступить В бой И завоевать Себе Лавры Победителя Все читания Махапрабу Вполне Мог бы Сам распространить Своё имя И осуществить Свою миссию По всему миру Но поручил Это своему Преданному Таким образом Самый важный Аспект Самодостаточности Господа Заключается В том Что Он Ставит Себя В зависимости От своих Преданных Это называется Его Беспричиной Милостью Преданный Которому Открылась Природа Беспричиной Милости Верховной Личности Бога Может Полностью Понять Суть Взаимоотношений Верховного Господа Преданный Ставит Себя Зависимость От Кришны Настолько Кришна Чувствует Зависимость От преданного В той же Степени Полубог Завершил Свою речь Остальные По-прежнему Молчали Через мгновение Он сделал Резюме Мы не знаем Что Господь Полон Мы все Все знаем Что Господь Полон Пурно Но Он Может быть Полным Не только Когда Независим Но и Когда Он Зависим Иначе В чем Его полнота Его независимость Как раз И проявляется В Его желании Быть зависимым От других И в самой Этой Зависимости А кто Эти другие Похоже От нас Это не зависит Он зависит От своих Преданных От нас Он не зависит Полубогий Говорит Похоже От нас Он не зависит Кто же Эти другие Если не мы Он зависит От своих Преданных А разве Мы не Преданные Мы преданные, но Господь зависит от чистых преданных. Или, если быть более точным, Он зависит от любви своих преданных. Только према может управлять им. Только те, у кого есть према, могут властвовать над ним. У вас есть према? Ответом была тишина. Старший полубог продолжал. То, что нашего Господа могут связать веревки любви и его преданных, это его высшее украшение, а не какой-то дефект. «Любовь — это суть его духовных энергий, чит. Как таковая, она приносит ему величайшее наслаждение. Ибо он, как и мы, всегда ищет наслаждение. Раса вайсах. Эта зависимость от любящих слуг называется его милостью, преданным бакта ануграха». Полубог добавил, «Если бы Господь не был милостив, его сердце не было бы таким нежным. Если бы сердце его не было нежным, он не был бы всепривлекающим, точным. Как он может быть лишён источника всех благих качеств, милости? Если абсолютная истинна не обладает состраданием, она была бы безличной, как её понимают мои ваде. Эта энергия сострадания также позволяет преданным занимать энергию Кришны в служении Ему. Прабхата объясняет. Не имея сострадания, невозможно занять энергию Кришны в преданном служении. Невозможно распространять сознание Кришны. Распространять сознание Кришны – это означает занимать энергию в служении Кришны. Это есть распространять сознание Кришны. Это не какая-то обычная реклама, пиар. Нет. Это когда мы занимаем энергию Кришны в служении Ему. Например, речь, ум, поступки – это энергия Кришны. Организация тоже – это энергия Кришны. Варны, ашшим – это энергия Кришны. Социальные явления какие-то. Мы можем всё это занять в служении Кришне, но для этого нужно сострадание. Без сострадания это невозможно быть прабхатом. Здесь описывается то же самое. Абет Пум Савана подтверждает, что только своей милостью в форме зависимости от своего преданного Господь обретает свои достояния и божественные качества. Господь раздаёт свою милость поровну всем своим последователям. Насколько мне известно, нет. Верно. Мы все знаем, что Господь отвечает соответственно. «Ейтха мам прападен те». Это значит, что Бог милость, что Его милость пропорциональна степени предания Ему. Он также продолжает оставаться независимым, даже проявляя свою зависимость, то есть милость. «О да, это вовсе не убавляет могущество Господа. Он одновременно остаётся независимым». «Как удивительно!» «Не поразителен ли он?» «Конечно поразителен!» «Когда он спит на руках у матери, его абсолютное осознание бодрствует. Сейчас он привязан, но он даст свою милость двум деревьям Арджуна, сыновьям Куверы, проклятым народой». В изумлении полубог воскликнул. «Похоже, что склонность Кришне переходить под власть своего преданного только усиливает его величие. Его божественность удваивается. Точно! Только помните, что качество Бхакта-нуграха принадлежит не только Кришне. Оно есть и у Господа Нарайаны, и у других аватар Господа. Давайте вспомним, что Господь Нарайана сказал в Дурвасимуне «Агам бхакта прапаратхино хи асва тантра и вадвиджа». Я всецело нахожусь во власти моих преданных. На самом деле у меня нет независимости. Более того, когда Господь подчиняется своему преданному, Он не притворяется. Его зависимость от своих благожелателей это всеобъемлющая реальность. Это зависимость, которую Он реально переживает. И в результате становится голодным и испуганным. Да, если преданный Ему угрожает, Он пугается. Если преданный хочет Его кормить, Он должен быть голодным. Самам имо хаяти Это сбивает меня с толку. И нас тоже. Полубоги с восторгом взглянули на маленького Кришну. Даже привязанной к ступе, Кришна нашел возможность играть с друзьями, чистыми, преданными, желавшими играть с Ним, как с ребенком. И Он это делал. Когда Кришна наслаждался своей игрой, звуковое детского смеха достигал небес. Кришна по достоинству оценил хвалу полубогов, но хотел, чтобы они также по достоинству оценили Его маму. Ведь Дамодара Лила стала возможна лишь по ее милости. Пребывая в сердцах полубогов, в той же степени, как Он сейчас сидел в пыли, как улы, Кришна вдохновил Девов прославить Ишоду. Разве до этого кто-то связывал Кришну? Нет, насколько я могу помнить. Но ведь и другие были объектами Его милости. Мы знаем, что Творец был облагодействован Господом. А кроме того, Господь служил Пандавам, как ночной сторож. Но это другое. Любовная преданность царицы Враджа далеко превосходит любовь к Кришне, Махараджи и Тештиры или Господа Брамы. Она смогла сделать нечто такое, что никто до нее не делал. И в будущем никто не сделает. Полубоги попытались разглядеть Ишоду, чтобы очистить свои глаза и сердца, но не смогли увидеть ее. Она была недоступна их зрению, потому что в это время изо всех сил старалась ликвидировать последствия озорства ее сына. Один из полубогов прервал молчание. Сандаршата то, чего достигла эта возвышенная гопия, является ее исключительной привилегией. Ничья преданность не превосходит ее. По милости Господа мы видели высший предел Бхакти, ту степень Бхакти, перед которой Господь капитулирует и что-то привязало его, как привязывало бы быка к столбу. Благоговея перед великой удачей этой гопии и восхищаясь своей привилегией быть свидетелями ее преданности, полубоги простерлись в поклоне по направлению к дворцу Ишоды. Сделав это, они надеялись получить ее благословение. Видя, какое почтение они оказывают, его маме Кришна остался этим доволен и подумал. Я не зашел во Врадж, чтобы мир узнал, как меня подчиняет себе любовь чистых преданных. Я хочу, чтобы каждый узнал, как према моих преданных пробуждает во мне божественные качества, сбивающие с толку даже самых больших знатоков. Я вечное древо желания, исполняющее желания всех, но без успокаивающего прикосновения моей мамы я не полон. Я самодостаточен, ни в чем не нуждаюсь, но когда гопия сбивает йогурт, думая обо мне, я чувствую голод. Я олицетворение трансцендентной благости, но если мои друзья дразнят меня, я гневаюсь. Я владею всем, но чтобы испытать особое наслаждение, вкушаю чужое масло, я ворую. Олицетворенный страх боится даже легкого движения моих бровей, но когда моя мама взмахивается на меня палкой, я пугаюсь. Хотя даже совершенные йоги не могут удержать меня в своем уме, моя мама ловит меня. Я концентрированная форма трансцендентного блаженства, но когда моя мама пренебрегает мной, я становлюсь несчастным. Хотя я вездесущий и у меня нет ни начала, ни конца, маме каким-то образом удалось привязать меня к ступе. Эти противоречия возникают, когда моя божественность сталкивается с любовью моих преданных и подчиняется ей. Когда полубоги видят все эти парадоксы, они испытывают замешательства, а иногда даже забывают, что я и Господь. На самом деле влияние любовной преданности так могущественно, что я сам забываю о своей божественности и вижу себя только объектом любви моих преданных. Так я становлюсь игрушкой в их руках, но мне это нравится. Мы прочитали с вами эту главу целиком. Потом мы читаем восьмую главу. Сейчас несколько вопросов. Да. внимательно. Пойдем. Когда Яшона привязывала кришну целый день с утра... Где звук-то? А. Вы слышны? Пойдем. Пойдем. сидел и ждал. Да, он наблюдал за ней. Было интересно. Так смиренно сидел и ждал. Это же были взаимоотношения. Там был путь и шахте рядом с ним. Он не хотел быть связанным в то время. Они боролись. Он был тоже занят. У него было скучно. Но внешне он просто смиренно сидел и ждал. И плакал. Тер глаза. От обиды. Еще? Да. Спасибо, Гуру Махарадж. Я сегодня буду предлагать ветерки. Я думаю, совсем с другим настроением. То, что вы сегодня раскрыли, важен был для меня. Вопрос мы сегодня обсуждали с одним преданным другом Махарадж. Он стоял на одном пальце. Совершал такие аскезы. Он прилагал колоссальные усилия. Решимость. И тем не менее Господь на него даже не смотрел. Пока Вишну не заметил, что народа он поет с каким-то другим настроением. И когда спросил его, народа ему ответил, что да, вот твой преданный пытается к тебе достучаться. И тогда только Вишну направился. То есть через это мы можем понять, что пока его духовный учитель не указал на него, как бы, да, Господу, не проявил вот это сострадание, Вишну не посмотрел на него. А как же здесь было? То есть у меня не складывается вот эта схема, что должен быть духовный учитель. Получилось мимо него. Бога. Кто духовный учитель еще на это хочет знать? Его имя, его статус, положение в обществе? Нет, я хочу понять, как эта схема работает. В духовном мире, вот если мы говорим о бриндаване, о освобожденных душах, которые непосредственно играют с Кришной, личные роли старших, равных, также возлюбленных, их гуру йога-майя, которые все это устраивают, они все подчиняются йога-майе, это же Кришна. То есть гуру-вриндавана это йога-майя, прурномазь. И также между ними есть подобные отношения, потому что Ишода может занимать служением Кришне многих жителей Вриндавана. То есть она в этом случае является гуру этих Раджаваси, которые занимаются служением. Она как старшая гопи, как царица Вриндавана, как мать Кришны. Она может говорить тому или другому, принеси то, сделай это, да, Кришна, принесите мне все веревки, она говорит, обращается к соседям, и они делают это, значит, что Ишода является гуру этих копий. Но как бы вот с высшей точки зрения йога-майя руководит всеми делами. это сложный вопрос, так или иначе, если мы исследуем дальше эту цепь, то мы придем к Паракия-раси и придем к Шимати Радхарани, что высшую гуру это она именно. Кришна учится у нее. Он танцует, потому что она вдохновляет. И об этом говорит ее брат Шридам, Кришна. Кришна побеждает всех пастушков в танцах и стоит гордо. Никто не может превзойти его в этом искусстве. Шридам выступает и говорит, ты не должен так гордиться, Кришна. Ты такой искусный танцор, только помилуйся своего гуру моей сестры. Поэтому вырази почтение своему гуру. То есть все сведется, если мы будем исследовать этот вопрос более глубоко, все сведется к этой паре Божественной чете. Все остальные расы, включая Вацали расу и Сахи расу, так или иначе служат в параке расе этой. В итоге Радхарани и Кришна. Есть два гуру. Это Радхарани и Баларама. Два источника Гуру Татвы. Еще вопрос? Радхарани и Кришна, скажите, пожалуйста, вот Ешода, чтобы получить милость Кришны, вот мы сегодня прочитали. Ей пришлось приложить все усилия вообще, которые мы были, отдать все свои силы. Что для нас значит отдать все свои силы, чтобы получить полную его милость? Потому что если это будут просто материальные усилия, то, наверное, мы просто раньше времени оставим тело и все. В каком русле должны быть эти все усилия полностью как отдать? Когда преданный находится в гуне страсти, то он отдает свои физические усилия в основном в деятельность. В гуне благости он совершает усилия в аскезе, в контроле чувств. это более тонкие усилия, усилия разума потребуется. Невежество он не может совершать усилий. То есть нужна какая-то милость, кто-то должен его занять, заставить это делать. Невежество должно быть под управлением. Но в страсти он уже строит свои планы, более самостоятельный, более организованный человек, но это еще физическое служение. Когда оно исчерпывается, страсть и если человек исчерпает страсть в служении, поднимается в сад вагуну. Не в тамоса, в сад вагуну. И исчерпать страсть это довольно трудная вещь. Потому что страсть, она вдохновляется плодами деятельности. И человек, отдавший свою страсть, получает жалкие плоды, говорится. И тут два выхода. Либо в невежество, либо в благость. Разочарованный человек либо к Богу идет, либо опускается. Вот тут нужно быть внимательным, преданным. Есть такие критические моменты, когда мы отдаем много служения, страсти, надеясь на какие-то плоды. Может быть, успех, слава, поощрение тоже нам необходимо. но не получаем соответствующего плода, потому что страсти плоды неудовлетворительны. Никогда. У нас появляется выбор предаться Кришне. Просто сказать, Кришна, я все сделал, что мог, я больше ни на что не способен. Я так и не достиг тебя при этом. У меня больше нет ни сил, ни возможностей. Поэтому просто я прошу тебя милости. вот это предание, это ширина гадит. Батьяна так именно об этом говорит. Все, у меня больше ничего нет. История была в арендаване. Сейчас я, может быть, не освежил ее в памяти, но суть такова, что один богатый человек несколько сот лет назад здесь жертвовал много денег для поддержания храмов арендавана. очень богатый человек. Я слышал, что и до сего дня еще его деньги не иссякли. Здесь отдавшие, он отдал недавно много средств. Я так слышал. Он убил Пуджари случайно. Так случилось. Он пришел в храм посмотреть, как службы идут, как деньги жертвуют, поддерживаются. Пуджари принес Маха Брасат от божеств. Он взял и видел там волос. Ах, вот так вы слушаете. Он пнул ногой Пуджари и вот это был человек больной какой-то. Он умер после этого удара. Этот богатый, преданный, понятно, что он был расстроен до глубины души, что он сделал вообще, какой грех совершил. Ушел на иммуну и не знал, что делать, жить дальше, как. Солнце закатывалось. И там какой-то мужчина спал на коленях у дочери, голова его была. Отдыхал. Солнце заходило уже. И дочь говорила, отец, солнце уже заходит, пора домой. Но этот богач услышал все по-другому. Пора домой. Солнце заходит. И он стал жертвовать, строить храм, он стал все отдавать, он все, все деньги, все посвятил, все эти годы. И в конце концов отдал все. И пришел в храм, который он построил и сказал Божеству, Кришна, тебе теперь все отдал, потому что мне ничего нет. Что теперь мне делать? Все, страсть кончилась. И Кришна говорит, нет, ты не все отдал. Все, честно, все отдал последние копейки. Нет, сказал Кришна, теперь должен построить храм в своем сердце. Что ему нужно от нас? Ничего. Это нам нужно отпустить эту материальную природу, отпустить ее нужно. нужно отдать ее добровольно. Тогда это называется служение. Если просто майя что-то отбирает, ничего не происходит. Мы снова рождаемся и снова повторяем то же самое бесконечным образом, бессмыслиться. Но если мы отдаем, да, Кришна награждает нас духовными, духовной силой, духовными качествами, дает нам освобождение от материи. Как? То есть мы должны еще отдать свою душу, отдать самого себя. Сначала мы жертвуем собственностью или каким-то временем, сколько у нас есть, чтобы как-то послужить преданными Кришне. Потом это увлекает нас, это захватывающий процесс, трансцендентный мистический процесс служения Кришне. открывает внутренний мир внутри нас, да, мы начинаем жить другой жизнью, оценивать, вера крепнет наша, мы становимся уверенными в своих действиях. И в какой-то момент мы можем отдать все, что у нас есть, и свою душу тоже вручить Кришне. Но это означает любовь к Богу. По-другому невозможно. Так можно вернуться в свое изначальное положение, обретя именно любовь к Кришне. Как пропагать любовь к Кришне нетрудно обрести, потому что он все привлекающий. Просто слушая о его играх, мы можем обрести любовь к Кришне, как Ишоди мы слушаем. Дамадара Лилу можем обрести такую же любовь, как Ишоди. Чей вопрос? Андрей Кришна, Махарадж, хотела бы спросить по поводу решимости. Вот из книжки мы узнали, что была решимость Ишоды как преданной и была решимость самого Господа Кришны. Что-то в какой-то момент это совпало и получилось, что у преданной что-то получилось сделать. У меня вопрос по поводу того, что является источником решимости сознания Кришны для преданной. Источник решимости. Решимость это проявление веры. Когда человек неуклонно идет к своей цели, это твердая вера или решимость. Неуклонно идет к своей цели, это решимость. Начинает независимо от погоды, от времени суток, от возраста, от состояния тела, он продолжает свое служение. Это решимость, это твердая вера. Неуклонно, ничто не влияет на него, это решимость. Вы видели, как люди идут на работу по утрам? Там решимость. Попробуйте рассказать о Кришне в это время, ничего не получится. Метро, машины, на дыре клопают, глаза такие, знаете, уже там, уже все, уже все там, все сознание, там уже. Бизнес очень важно, понимаете, все. Ничего не видит, ничего не слышит. Решимость. Вот так же приятно служит Кришне. Это пример в страсти был, но понятный нам, в страсти нам примеры понятные. Но решимость в благости и в духовной решимости не так проявляется. Нет таких глаз, нет такой глухоты, такой слепоты, нет такой граничности, нет. Это внутренняя решимость. А сердце при этом открыто. Потому что решимость в материальной страсти это фанатизм. шоры, деньги, 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 и все остальное я просто не понимаю. Я просто остальное не понимаю, что угодно за границу денег. То, что нельзя ни купить, ни продать, я уже этого не понимаю, зачем все. То здесь решимость совершенно иного характера. Духовная решимость. Открыть сердце не так-то просто. Все боятся. Почему? Почему боимся открыть? Потому что если мы открываем свое сердце, мы становимся уязвимой для других. А вдруг кто-то плюнет туда. Нет. Всегда сердце сделать закрытым нужно. Это тоже решимость. Ну, а шасты говорят, откройте свое сердце перед Кришной. Не бойтесь этого. Это решимость. гуру-таттва. Одновременно говорится, что Гуру проявление Господа была Рама энергии и Радхарани, внутренней энергии. Бала — это духовная сила. Рама — не физическая сила, говорится. Духовная сила Бала и Рама — радость. Вот эта сила необходима для передачи знаний духовного. Затем наделяется Гуру Татва, все виды духовных учителей. Вахна Прададшика Гуру, Шикша Гуру, Дикша Гуру. Наделяются особой силой. Не просто силой, которая подчиняет, а силой радости. Это Бала Рама. Радхарани — это внутренняя энергия, в хладине шахте. Милостивая и сострадательная, как Господь Читания проявлял в себе. Всепрощающая энергия. Женская энергия. Бала Рама — мужская энергия. Женская энергия. Мне говорится, что духовность не обладает той иной энергией, чтобы проповедовать. Ну, вы знаете ответ на этот вопрос. Гуру Махарович, спасибо. Спасибо огромное за лекцию, за Вашу любовь, за Вашу доброту, за Ваше бесконечно доброе и милостивое сердце. Я хотела задать вопрос, вот как понять, что наше сердце, оно открыто Кришне, по-настоящему открыто. Спасибо. Сердце, когда мы говорим, что сердце — это внутренняя энергия. И она защищена разумом. Например, наивно было бы открывать сердце перед материалистами. Разум должен защищать сердце. Но глупо закрывать сердце перед духовным учителем или перед Богом. Это разум, рассудок. Мы получаем этот разум. Если получаем разум, который защищает наше сердце, оно может быть открытым. Есть в Бхагово Дгитте еще другое сравнение. Когда черепахе нужны конечности, она их использует. Когда они нужны, она их прячет. Сердце как лотос, где можно открываться и может закрываться. Но если человек безгрешен, ему нечего скрывать. Даже перед материалистами. Он всегда просто, прямо открыт. Пропада приводит пример, что если к Браману вор постучится ночью и спросит, где деньги, Браман скажет, там в шкафу и перевернется, и будет спать дальше. Он что знает, это я не вор пришел, карма пришла моя. Это знание. Просто, прям. Так предный может жить очень просто. Если нет у него чувства собственности, он может спать спокойно. Как один из духовных учителей, Санясий наш, недавно я слышал, он сказал, что все деньги, которые мне жертвуют, преданные на лекции, я тут же в храме все оставляю. Я говорю, без копейки приезжаю, без копейки уезжаю. Потому что билет дают и все. И там меня покормят, чем смогут. И там встретят, и положат туда, куда положат. Но все деньги, которые, говорит, я собираю, я тут же все в храме стою. Это открытое сердце. Это полное доверие к Кришне. Гурума Гарача, еще раз вопрос про решимость. Проясните, пожалуйста, в чем в решимости есть место гибкости, а где есть место упрямства? Например, Ешода, она была упряма, вот хотела связать и все. Она не хотела расставаться с ролью матери. У нее было два выбора. Признать, что ты Верховный Господь, или остаться его матерью. Она выбрала остаться его матерью, связать его все-таки. Вот какой был выбор у меня. Она не хотела оставлять эту роль матери. Это любовь материнская не позволяла ей. И решимость вы поймете в треугонах материальной природы. В гуне благости — это решимость контролировать свои чувства. В гуне страсти — это решимость, которая стимулируется плодами труда именно. Человек решительный, когда плоды его ожидают велики. В гуне невежды решимость — это фанатизм. Тот фанатизм, который боятся все. Это решимость в гуне невежества. Мы хотим достичь решимости в гуне благости. То есть решительный, решимость контролировать свои чувства, управлять умом и чувствами — это гуна благости. Такой человек считается уравновешенным. Его знания и слова будут влиятельны. Будут наделяться полномочиями. Почему? Потому что это решимость. Духовная решимость. Кришна будет давать ему разум и другие энергии, и милость. Уполномачивать его. Наша задача — получить эти полномочия. Через духовный учитель от Кришны получаем полномочия. Через духовный учитель от Кришны. Это решимость. Это да, человеку полномачивается. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, когда Господь Чайтания проявлял свои игры, участвовал ли кто-то из его спутников и находился ли кто-то из его спутников в Сакхиарасе? Участвовал ли там в его играх Арджуна, например, как вечный спутник? Да, Арджуна участвовал. Знаете, кто это был? Нет. Никто не знает? Роман Андарай. Роман Андарай. Роман Андарай. Да, Арджуна. Арджуна был танцором в царстве Вераты, я внухом танцором. Урвашу прокляло его на райской планете Индры, когда он закрыл глаза в ее присутствии. Не хотел с ней общаться. Он знал, что если он посмотрит на нее, она обворожит. Чары были очень сильные. Он закрыл глаза, когда Урвашу пришла, и она сказала, ах так, ты на меня даже смотреть не хочешь? Я тебе проклинаю, ты станешь ее внуком на один год. Это как раз ему пригодилось в царстве Вераты. Поэтому Арджуна был неузнанным. И чем он занимался? Он танцами занимался с девушками. Целый год танцевал с девушками. И Роман Адара делал то же самое. Там писается, читается, и там лица. Это очень сокровенно, Нила, как-нибудь расскажем, почитаем. Там рука или от комаров? Рука, да? Похожа. Вдалеке. Не слышно. Харе Кришна. Гурум Хараш, скажите, пожалуйста, вот вы читали и упомянули проведение, там упоминается. Скажите, пожалуйста, какова его роль? Ну, проведение — это имперсональное проявление воли Бога, так скажем. Больше связать с аспектом времени можно его. По воле времени или проведения, так говорится. Проведение управляет. Как он управляет? Ну, механистически, отстранённо, персонально. Ну, с Кришной можно договориться. С проведением вряд ли. Ну, просто вот такая персональная сила. Просто действует независимо ни от чего. Никто не может вступить в отношения с проведением. Оно неумолимо, как время. Ну, что-то в этом духе под словом проведение. В санскрите, скорее всего, слово «кала» подходит к этому. Время. Неумолимое время. То есть, человек не может его победить, только Кришна? Получается, если у нас, например, это судьба, проведение — это судьба? Да, судьба. И насколько человек может преодолеть свою судьбу, так скажем, побороть её или, ну, изменить? Нет, не может. Он может предаться Кришне только. Тогда освобождается от всех этих законов. Но проведение всё равно. Когда Кришна приходит в этот мир, проведение остаётся здесь тоже. Как и все гуны природы работают, и все остальные законы кармы. Всё то же самое. И время, ничего не меняется. Он не нарушает законы природы. Поэтому это параллельно. Как и у нас тоже есть духовная жизнь, и есть материальная жизнь. Параллельно, одновременно у нас есть то и другое. Иногда они никак не сочетаются друг с другом. У нас может быть в материальной жизни всё неплохо, а в духовной жизни не очень. В духовной жизни всё очень хорошо, а в материальной жизни не очень. Они не связаны друг с другом. Параллельно. Тут проведение работает, а тут Кришна. Как бы Кришна не нарушает их законы природы. Он даже Арджуни говорит, что ты будешь испытывать счастье и несчастье по законам проведения. Но не замечай это. Терпи. Так что тебя это не тревожило. Как? Будь со мной. Так же, как и Кришна приходит в материальный мир, он не затрагивает законы кармы или времени. Параллельно может так же быть рядом с Кришной, не затрагиваться этим всем. Хотя жизнь материальная именно в этой области протекает, материального тела. А сознание — Кришна. В этом всё наука. Иногда преданное думать, что именно материальная жизнь должна измениться в сознании Кришны. Может, я не состарюсь в сознании Кришны. Не заболею. Несчастных случаев не произойдёт. Мы так все думали. Я помню это хорошо. Я помню, как я приехал в Алмату в 1995 году, по-моему. Приехал в Алмату, и преданный президент из Биштека приехал на машине за мной, не предупредив, чтобы взять мне ещё в Биштек, в Фрунзе бывший, чтобы там провести программу. Он просто как снег на голову приехал на этой двойке ржавой. Двойка Жигули. Ржавая. Такая разбитая машина. А он гонщик профессиональный, автомобилист. Он как снег на голову приехал, утром говорит, всё, поехали в Биштек. Сейчас прям. Там уже программа будет вечером сегодня. Мы сели в машину, и он погнал там через перевал, знаете, нужно ехать горный несколько часов. На этой ржавой двойке выжимал всё. И первый светофор. В Биштеке мы остановились на первом светофоре. Когда он затормозил, остановился колесо, оно отпало. Он говорит, о, это Кришна, всё нормально. А так же рукой перекрутил этот болт один. И поехал дальше. Так мы доехали с ним. И так все в то время думали таким образом. Когда я был в Армении, на такой же машине встретили, точно так же по Грамму ехали, точно так же. На такой же двойке всё было. Везде одинаково было. Менталитет был одинаковый. Преданные не заботились ни о чём другом. Всё, под которым Кришна. И Кришна тогда понимал нашу глупость и заботился точно обо всём. Иначе бы не выжили просто. Мы всегда были абсолютно равнодушны и халаты ко всем материальным условиям, законам. Мы были вне закона в то время. И Кришна поддерживал тогда вот этот наш менталитет. Потому что мы были такими. Но постепенно он давал нам понять, не нужно быть глупцами. Мы даже деньги не считали, когда книги распространяли, просто вашим всё приносили вот так вот из карманов в письменный ящик заталкивали и закрывали. Никто не знал, сколько там денег. Ни бухгалтерии, ни отчётов, ничего. Никогда. Это всё материально. Всё честно, честно. Качество брамана. Пока вор не пришёл вашим. Жил несколько дней у нас. Всю саду на бахте соблюдал. Мы поставили в магазин однажды и увидели, что денег нет. Мы всё выгреб оттуда. И тогда мы поняли, Кришна даёт нам знак. Не будьте глупцами. Не будьте глупцами. Будьте ответственны во всём. Не только с нами, со всеми начинающими предами такое происходит. Рупада дал одному брамачарю деньги, куда-то послал. Брамачарий вернулся, весёлый сказал, Кришна забрал все деньги. Я их потерял. Кришна забрал. Он говорит, не Кришна, ты дурак. Будь ответственным, будь разумным. Служение. Но мы начинали именно с этого, что Кришна обо всём позаботится. Потом были более суровые уроки. В Италии была известная яхта, Харе Кришна называлась, парусник. Они там по островам Средиземного моря путешествовали, там проводили программы, киртаны, санкиртаны. Была знаменитая на весь мир, эта яхта. Как она проповедовала, сколько книг распространяло, какие киртаны, по морю они, романтика. И эта яхта разбилась, все погибли. Вопрос по всему искону возник. Почему это произошло, если предные занимались санкиртаном, служили Кришне? Почему это произошло? Кто-то даже усомнился в сознании Кришны по следу. Я помню, как неразум, с вами приехал в Петербург и предные спросили, а почему это произошло? Объясните нам. Настал нам рассказывать, что же является опасностью. Что такое опасность настоящая? Умереть или забыть Кришну? Что на самом деле является опасностью? Что мы считаем опасностью? Что такое жизнь? Что такое смерть? Имейте разум. Станьте уравновешены здравомыслящими. Не будьте просто материалистами. Представьте, вы идете в темной улице и человек подходит к вам, убийца с пистолетом и вам в песок и столет и говорит, так, кошелек или жизнь? И в чем опасность будет? Потому что пистолет улезка, вы и так умрете рано или поздно. Вы всегда под этой опасностью. Нет, потому что вы можете забыть Кришну, но в чем опасность? И мы углубляли свои знания таким образом. Мы пытались понять, как же работает еще проведение. Еще время есть, еще карма есть. Мы думали, кармы нету предных. Все, Харе Кришна, повторяешь, какая карма? Тут приезжает проповедник, вы знаете, что Дашарадха был проклят. Отец Господа Рамы был проклят. И проклятие сбылось. У Отца Господа сбылось проклятие. Он убил в юности одного юного Брамана. И от детства Брамана слепой, старый человек, умер от разлуки с сыном и сказал, ты тоже так же умрешь от разлуки с сыном. Помяни Мои Слово. И он умер. Дашарад, и великий прятанный. Но тем не менее проклятие сбылось. Оно в сознании Кришны сбылось, безусловно. И тем не менее это сбылось. Если вы проповедуете активно в сознании Кришны, вас проклянут многие родители детей, которые привлекли в сознание Кришны. Это материальный мир. Проповедуете, вдохновляете, вы вдохновлены, продолжаете проповедовать, вдохновлять других людей, принять духовные знания. И кто-то начал проповедовать. И он пришел, проповедовал, говорит, проповедовал, это очень трудно. И проповедовал ярко очень. Он даже хлопнул рукой и сказал, а кто тебе сказал, что это легко? Что за глупость вообще? Будь разумным. Чтобы сделать при одного, ты должен три литра крови затратить. Кто не сказал, что это легко? Да, здесь описывается, нужно все свои силы отдать, прежде чем преданести Кришне. Все отдать Кришне нужно. Тем не менее, процесс радостный. В общем, я не знаю, не спрашивайте меня, я запутался. но мне нравится этот процесс. Вам тоже, похоже, никто не расстроен. Все готовы идти до конца. Будем петь. Спасибо вам. Кого полномочите петь сегодня? У вас. Микрофон. Микрофон.